Отчет. Отчет депутата. Старым Новым Годом. Как встретили? Есть ли какие-то особые традиции встречи Нового Года в вашей семье? У меня традиция одна. С тех пор, как 2018 год я встретила в тюремном карцере, я всегда еду домой. Раньше, знаете, вот до печальных событий, связанных с заключением в американской тюрьме, у меня было желание Новый Год провести как определенного рода вечеринку, да, с друзьями. Повеселиться. Пойти куда-то, да, что-то такое. А когда вот все случилось, и переоценка ценностей произошла очень сильная, я мечтала только об одном, чтобы вот быть с родными, близкими, поэтому 31 декабря я прилетаю домой. В семейном кругу, чтобы успеть это все делать. Поэтому с мамой и папой, кошкой Василисой, и чуть попозже приехали моя сестра с супругом, поэтому в теплом семейном кругу и в объятиях моей любимой бабушки. Хочется поинтересоваться Вашим мнением. Сейчас в руководстве «Единой России» очень активно обсуждается тема, как наказывать или, может быть, не наказывать. Речь идет о Вологодском, Курском депутате, да, которые полетели на новогодние каникулы за рубеж и выкладывали в социальных сетях фото, собственно, оттуда. И есть уже заявление секретаря Генсовета «Единой России», да, Андрея Турчика, о том, что будут исключать. Вот Ваше мнение. Можно? Слесообразно так поступать? Ну, это бессовестное поведение со стороны самих депутатов. Во-первых, не мне, конечно, судить, кому сколько отдыха надо, но я ни в этом году, ни в прошлом году не уходила ни в какие отпуска. И мой коллектив, и я, мы работаем абсолютно 100% без всяких выходных. Потому что ситуации сейчас не располагающие к отдыху. Я знаю, вижу, читаю, сама веду свои социальные сети, что там часто люди пишут в комментариях, там, а надо вам отдохнуть, а надо это. У меня хватает энергии. Я действительно встаю в полчетвертого утра. Я действительно работаю и очень внимательно слежу за своим режимом питания, потому что понимаю, что даже какой-то лишний раз оступиться ни в коем случае. И все энергии, все силы сейчас у меня уходят на непосредственное существование своих функций. Я другим не судья, кто как. Но, на мой взгляд, во-первых, в целом, какой отдых у меня, вот я улетела 31 декабря. Я уже в 5-го числа у меня полностью был весь офис в Государственной Думе. На нас очень так охранник на ФСО посмотрел внимательно, когда весь мой коллектив зашел такой работать. Но мы все уже работали в это время. Ну и несколько дней последних вы уже работаете в Кировской области непосредственно. Потому что вот эта ситуация, ну мы поговорим еще об этом в Котельниче с отоплением случилось. Меня моментально нашли жители. Ну каких отдыхе мы можем говорить? Ну давайте, да, об этом чуть позже. Что касается, значит, коллег, да, еще раз говорю, я не судья. Но я считаю это неэтичным, когда страна находится в тяжелой ситуации, нам фактически экономическую войну объявили, когда сейчас все силы нужно и средства мобилизовать для нашей победы, и в это время какие-то там, я не знаю, зарубежные курорты возникают. Я считаю это неправильным. Значит, что в этом случае делать? Самый правильный вариант это внутри вот партийное, то, что у нас произошло, да, то, что Турчаг, его решение. Я считаю это самое правильное. Потому что нет, это не вопрос какого-то там административного или уголовного наказания. Наверное, это не вопрос отзыва депутата. Потому что я не могу судить, насколько качественно он выполнял свою работу и выполняет свою работу. Я не знаю. Вот то есть хороший, плохой, не могу. Это людям самим судить, и если человек не справляется с своими обязанностями, его не поддержат на следующих выборах. Но в вопросах о внутрипартийной дисциплине, я считаю это решение абсолютно правильным. Я его поддерживаю. Это вопрос вот этого, мы этического морального кодекса депутата, мы несем ответственность друг за друга, вне сомнения. Это репутация всей партии, это репутация каждого из нас в отдельности. Поэтому я думаю правильно. Я хочу напомнить нашим слушателям о том, что нас можно не только слышать, но и видеть. Сейчас видео трансляции идет на сайте нашей радиостанции Кировград, в группе радиостанции ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале. Для общения с Марией доступны наши мессенджеры. 8-909-720-101, ну и к тому же номер прямого эфира никто не отменял, 211-101. Если позволите, слушатели, мы чуть позже начнем принимать ваши звонки, потому что есть порция сообщений, порция вопросов из нашего Телеграм-канала. Ищите, собственно, пост с анонсом нашей сегодняшней передачи, и там вы смело можете оставлять свой вопрос нашей сегодняшней гости. Вот, например, такой легкий вопрос. О чем, Мария, вы мечтали в 20 лет, интересуется Екатерина. О чем мечтали в 20 лет? Да, я вспоминаю. Это было в далеком 2010 году. В 2005 я поступила, в 2010 я закончила. Получила два диплома у меня было высшем образовании, параллельно заканчивала второе высшее, педагогическое и политологическое образование. Я не помню, о чем я честно мечтала в 20 лет, но я точно помню, о чем я мечтала, когда была маленькая, мечтала стать продавщицей мороженого. Потом космонавтом. Потому что очень любили мороженое, видимо. Очень. Как и все дети, как и большинство. Я столкнулась с реальностью и поняла, что съесть все мороженое чревато, горло болеть будет. Ну и вообще, если ты будешь продавщицей мороженого, вряд ли тебе будет позволено его есть без ограничений. Вот эта взрослость проснулась во мне. Я решила стать космонавтом. Даже подавала заявление на то, чтобы добровольный отряд космонавтов. Но так получилось, что я стала, как и мои две бабушки, две Маши, две учительницы, третьей учительницей в семье. Но впоследствии еще и политологам. А потом, ну-ка, в общем, жизнь, как говорится, прожить не пора перейти. Родион, интересуется, как у вас отношение с Крещением? Может быть, планируете в прорубь окунуться? Не исключаю, но, вы знаете, здесь у меня такой момент. Если я все-таки пойду на этот шаг, может быть, многие обратили внимание, что в моих социальных сетях я редко затрагиваю тему вероисповедания. Я человек очень верующий. Но я всегда считаю, что ваше взаимоотношение со Всевышним это ваше взаимоотношение со Всевышним. Поэтому я всегда поздравлю вас, безусловно, с праздниками, вне сомнений, православными праздниками, праздниками в исламе обязательно, потому что у нас много религий на территории нашей страны. Я с уважением отношусь к каждой из них. Более того, читаю по истории религии. Я очень люблю эту тему. И, наверное, именно поэтому какие-то вещи от меня показательных вы не увидите, потому что это как-то личное. Вот, знаете, вопросы такого... Не хотелось бы на показ это все выставлять. Да, ну это моя позиция у всех, она своя. Когда я ходила в Крестный ход, например, у меня были об этом публикации, потому что я считаю это важным с точки зрения популяризации такого важного мероприятия для Кировской области, потому что это Великорецкий Крестный ход, это, наверное, самый... Ну, считается, один из самых крупнейших. Да, в мире причем, в мире. Поэтому я считала, что очень важно, чтобы об этом событии мы обязательно рассказали, и другие верующие могли в следующем году принять участие в Крестном ходе. То есть, ну, это все зависит от ситуации. У меня здесь нет шаблона. Я продолжу чуть позже, конечно, озвучивать вопросы, приходящие в социальных сетях для Марии Бутиной. Но надо сказать, что в этот приезд в Кировскую область вы много где успели побывать. Вот о Котельниче мы уже начали говорить. Я всегда везде бываю, в каждый приезд. Там ужасная просто, на мой взгляд, ситуация сложилась. И сообщение о том, что проблемы с отоплением в Котельниче, а вернее, в микрорайоне Котельнич-2, да, возникли еще... Не только там, три микрорайона. Накануне еще Нового года, если не ошибаюсь, буквально в новогоднюю ночь там отключали электроэнергию, да, в связи с этим возникли проблемы на местной котельной, отключился главный котел, электрооборудование вышло из строя, срочно пришлось доставлять его из областного центра, и вы сказали, что непосредственно напрямую к вам жители Котельнича обратились, да, в социальных сетях. Ну, совершенно верно, но на самом деле, так скажем, значит, здесь, наверное, правильно отметить коллективную работу и прежде всего, конечно, отметить первую работу исполняющей обязанности главы, потому что он в новогоднюю ночь, это действительно было 31-го... Главой администрации Котельнича. Котельнича, да. Действительно, в новогоднюю ночь, то есть все работали. Безусловно, необходимо отметить, как быстро губернатор включился в это дело, потому что Александр Валентинович моментально, да, отреагировал, они моментально сделали все возможное для того, чтобы создать резервную систему, чтобы люди не замерзли. Здесь все работали сообща, конечно, курирующий это направление заместитель губернатора очень активно в эту тему включился, товарищ Жердев, и должна отметить, что вот эта вот слаженная работа, она все-таки привела к тому, что первую проблему удалось купировать, да, запустили резервный котел. Ко мне действительно обратились граждане, обращение было через социальную сеть. Я все читаю, поэтому я его увидела сразу. И это было третье число, то есть там уже работало отопление. Тем не менее, я все равно поехала смотреть. Я пообещала людям сразу, что в первый же день, как только я прилечу в Легион, прилетела я восьмого вечером, девятого я была в Котельниче. И сделал следующее. Я прошлась по котельным, посмотрела, что да, в котельных работает, но в одной из них, в первой котельной, если не ошибаюсь, меня смутил показатели, посмутили показатели на датчиках. Они, там температура была достаточно низкая, поэтому я не поверила, что в домах тепло. И случайным образом просто прошлась по квартирам. Значит, после чего вы наверняка... Которые непосредственно тепло получают от этой котельной. Не только от этой, но от первой, от второй. И сейчас уже в социальных сетях я знаю, что есть проблема и в Затоне. Когда все вот это, опубликовали информацию, что вот должна быть температура такая, а в некоторых квартирах температура остается 8 градусов. Связано ли это с котельной? Не факт. Это может быть связано с самой системой отопления в доме. Но это надо разбираться. И я опубликовала в своей социальной сети ВКонтакте призыв, у кого еще есть проблемы с отоплением, пожалуйста, пришлите информацию. Я не читаю мысли. Я не могу знать, что у вас дома холодно, если вы мне об этом не написали. Сейчас, на сегодняшний день, у каждого, кто ко мне обратился в личные сообщения или в комментарии, мы взяли официальное обращение, составили список адресов квартир, где существуют проблемы. Вся информация на сегодняшний день передана главе и в правительство Кировской области. То есть каждый из этих объектов находится на контроле. Тем не менее, я эту тему не оставлю до тех пор, пока во всех домах не будет тепла. Потому что это страшная ситуация. У меня дома была такая история, когда было очень холодно всю зиму. И я действительно сидела рядом с обогревателем, поджав коленки, просто вот возле вот этой вот пушки такой, знаете, которая дует. И это нереально плохо. То есть ты хочешь прийти домой, ты хочешь расслабиться, ты хочешь чувствовать себя в комфорте, ты вынужден надевать на себя там капусту. В детстве тебя одевали. Ты также одеваешься и сидишь возле обогревателя. Это не вариант. Тем более люди включают резервные обогреватели в плане электрические. Это дополнительные еще финансы. Это дополнительный финанс, и это нагрузка на сеть, на которую она, в общем-то, не ориентирована. Поэтому эти моменты, они уже очень опасны. Я, конечно, очень рассчитываю, что в ближайшее время будет газовый вопрос решен для котельничей. Вот, вот. Когда вы написали у себя в соцсети, я видел в комментариях, многие люди, видимо, не жители Кировской области, но мне так показалось, они удивились тому, что котельная это на дровах и на угле, а где, собственно, газ в нашей стране. Надеюсь, что в ближайшее время, насколько я знаю, это вопрос в стадии завершения, и будет газ. Но, опять же, здесь следующий момент, больная тема котельничей, это, конечно, тема тарифов. И поэтому вот вместе с решением вопроса по газу здесь, конечно, очень тонкий момент о том, чтобы удалось все-таки не повысить ни в коем случае цену на ЖКХ, а ее снизить благодаря газу. Потому что там есть свои нюансы, я не буду сейчас в них вдаваться, но я во всех в них в курсе. Поэтому я полагаю, что нам предстоит еще длительная работа вот с тем, чтобы фундаментально решить вопрос, что сегодняшняя ситуация, конечно, нормальная. А профилактика, на ваш взгляд, в чем должна заключаться, чтобы не было таких историй, чтобы не происходило таких аварийных ситуаций? Ну, смотрите, во-первых, аварийные ситуации будут всегда и везде. Такое бывает. Оборудование выходит из строя. Что мы с вами можем в этой ситуации сделать? Ну, во-первых, первое и самое главное – всегда иметь резерв. То есть, если вдруг что-то случилось, всегда должен быть план «Б». Запасной вариант. Запасной вариант. То есть, что это будет? Дополнительный котел, как, например, в случае с одной из котельных. И так далее. То есть, это должен быть всегда резервный вариант. Ну и, безусловно, это ремонты. Это ремонты, потому что самая главная проблема – это износ оборудования, износ оборудования – это вопросы времени. Просто износ у каждого оборудования свое есть время. Я очень надеюсь, что этим летом, и настаиваю на этом, будет проведено все-таки капитальное переоборудование котельничьей, потому что это крайне важно сделать. В противном случае, как бы, это будет постоянная поломка. Каждая поломка и устранение, как вы понимаете, стоит для горожан, но и для самой системы серьезных денег. Поэтому я думаю, что не нужно их выкидывать на ветер. Вопросы меж темы продолжают поступать, и мы так будем, видимо, быстро переключаться, потому что времени у нас на общении не так много. Придется отвечать четко, конкретно. Вот пользователь и подписчик нашего телеграм-канала интересуются, участвует ли вы как-то в вопросе проблемных дольщиков. Кировская область в этом отношении – такой неспокойный регион. Проблемы, безусловно, решаются. В последнее время много усилий власти прилагают. Вот ваша оценка важна. Я буквально несколько минут назад в своем телеграм-канале Мария Бутина опубликовала как раз счастливую историю. Вернее, историю со счастливым концом. Это Гороховская, 81. В 31 января 2022 года ко мне обратились жильцы дома в лице руководителя ЖСК Татьяны Чорбы и сказали, что вот беда. Я выехала на место. Ну, вы должны понимать, здесь есть некий элемент личной истории, потому что я в свое время оказалась в числе обманутых дольщиков. Мы добивались строительства дома в Барнауле на протяжении пяти лет. То есть вы планировали улучшить, да, как говорится, свои жилищные условия? Мои родители... Доверились компанией? Я еще училась в университете, и мои родители взяли ипотеку и взяли для меня небольшую однокомнатную квартиру. В районе, достаточно отдаленном, ну, на что хватило, в общем. И посчитали, что цена небольшая, денег много не было, и поэтому посчитали, что, ну, выгодная сделка, да. Выгодная сделка оказалась полным мошенничеством. Там было не выдано разрешение на строительство с нарушениями, то есть на самом деле там нельзя было строить. Дом был построен до пятого этажа, у меня была квартира на пятом этаже, и после пятого этажа все замерло. На пять лет мы добивались, ходили на митинги, в общем, это целые попеи. Он должен был быть выше, чем эти пять. О, двенадцать этажей должен был. Ну, то есть, по сути дела, все бросили, не достроили. На вас тресно было. Ну, и каждый год, понимаете, и каждый год, соответственно, это износ, это там... В Барнаулу все-таки они... Там сейчас вот у моих родителей недавно было минус сорок, то есть это, в общем, по температурным условиям весьма ощутимая вещь. Единственное, что я вам скажу, здесь вообще в Кировской области холоднее, потому что здесь влажность больше чувствуется. А в все-таки Сибири, Южной Сибири, морозы у нас бывали до 50, но при этом вот этот сухой хрустящий снег, вот этот холод такой, знаете, он как-то легче переносится. Ну, не суть. Поэтому история с дольщиком у меня была личная. Я примерно знала, что делать. Посоветовала с отцом, потому что он больше этим занимался, когда я в университете еще училась с нашей квартирой. Поэтому подключили абсолютно всех. То есть это область, это город, это прокуратура, это фонд вот этот, значит, дольщиков, который помогает. Конечно, здесь, слава богу, появился новый застройщик Алтайстрой. И без этого проблемные участки достраивать, знаете, так себе удовольствие вам скажу, потому что там все равно надо вносить изменения. И вообще уже... Ну, просто по-человечески даже браться за чужое, это как-то не очень. Безусловно, да, безусловно. Значит, здесь сначала туго очень шло, постепенно получили разрешение на выделение земельных участков от главы города Кирова. Если кто не знает, в решении проблемы дольщиков один из путей, который есть, это возможность, что застройщик, например, продолжает дом, то есть достраивает дом, а ему в счет этого государство дает земельные участки, чтобы он их мог использовать в своих уже коммерческих целях. Этот путь был выбран для Гороховской 81. То есть все вообще подключили, все. И, конечно, ситуация с мертвой точки сдвинулась, когда Соколов пришел. И тогда уже были завершены и получение разрешения на строительство. Дожали полностью эту ситуацию. И вот сегодня, сообщая вам радостную новость, вместе с Татьяной мы были на участке, приезжал представитель достроя. Все достроено 100%, в домах тепло. Кто-то выбрал для себя без отделки. Ну, то есть я вот показывал там, у меня на видео, кто посмотрит, есть именно вот внутренние, внутри квартиры. То есть там все окна. Но люди выбрали сами делать отделку, потому что, как мне сказал один из жильцов, так дешевле. Ну и вообще можно дизайн самому делать. Ну, может быть, действительно так. У нас сейчас такие дорогие стройматериалы. На этом, сказано, сделано, я выдохнула. Потому что эта ситуация длилась чуть меньше года для меня, а для людей. А с 16-го года, в 18-м ощутили проблему. Слава богу, она решилась. Жаль, что она решалась так долго. Но не судите строго, не волшебник, я только учусь. Все, что я могла сделать, я сделала от себя. Ну, если не ошибаюсь, на уровне государства у нас дана четкая установка тем же президентом Путиным. Решается проблема обманутых дочек? Она решается. Понимаете, вот как я всегда пишу там в своих социальных встах, говорю, что проблемы решать можно, но, пожалуйста, не ждите, что эти проблемы можно решить по мановению волшебной палочки. К сожалению, так не бывает. Я бы очень хотела, но так не бывает. Более того, если вы хотите решения вопроса на системном уровне, то я ведь не просто беру там, кто-то может сказать, что, а вот зачем вы занимаетесь там вопросами, там, не знаю, уборки парка, почему это касается вас. Во-первых, ко мне люди обратились, значит, я буду брать эту ситуацию, это не значит, что я возьму вилы, пойду чистить парк, иногда и так приходится. Но, тем не менее, я там привлеку ответственных управляющих компаний, кто за это отвечает. Но я же потом возьму эту ситуацию, если их несколько, как прецедент для федерального уровня, и скажу, что в чем проблема. Проблема ли это исполнители, или это проблема где-то законодательства. Ну, я не беру сейчас ситуацию с парком, конечно, но проблема закона. Может быть, это в системе надо решать. У меня есть несколько таких вещей, но я буду о них говорить с вами, надеюсь, что в следующем эфире, потому что я хочу, чтобы у меня вопрос дорешался, там вопрос изменения федеральных изменений, федерального законодательства. Вот пусть он дорешается, потом я скажу, ладно? Потому что для меня важно, чтобы я свое слово держала. Переключаемся на следующую тему. Ну, вопрос на 8-909-720-101-0 у нас поступил. Ранее приглашали, тут без подписи, к сожалению, ранее приглашали Марию в троллейбусное депо нашего города. А это сегодня было. Что вы думаете о развитии троллейбусов в Кирове и о текущей ситуации? Ну, троллейбусный парк у нас, как известно, очень сильно изношен. Сначала меня, давайте так, меня пригласили в троллейбусное депо. Давайте я сначала от вас схожу. Я уже дала поручение, что в следующий мой приезд в Кировскую область, если кто не знает, у каждого депутата Государственной думы есть региональная неделя. Это неделя в месяц, которую мы должны проводить на территории. Сразу говорю, я здесь бываю чаще, да, я не поседа, так бывает, фигура тут, фигура там. Но просто работы много, если честно. Поэтому я сначала посмотрю троллейбусный парк, и я бы хотела получить вообще справку о ситуации, я ее уже запросила. Ну, то есть, что вообще сегодня происходит с троллейбусами в городе Кирове, и вот потом я смогу сделать вывод. Потому что с моей стороны сейчас говорить там, хорошо троллейбус или плохо троллейбус, но это не государственный подход. Все-таки нужно понять, есть ли запрос на этот вид транспорта, есть ли сегодня возможность у города обеспечить такой вид транспорта, и уже потом смотреть, какие управленческие решения здесь нужно принять. Но опять же, это всегда будет вопрос муниципальных властей. То, что могу сказать с федерального уровня, это если потребуется продвижение каких-либо федеральных программ по приобретению такого вида транспорта, то вот это уже будет ко мне. А все, что касается решения там маршрутов по троллейбусам, это нужно будет, конечно, решать самим жителям города Кирова. Давайте сейчас затронем школьную тематику. За последние дни вы успели посетить несколько школ в Кирово-Чепецке, в Подосиновском районе. Ну вот, в частности, школа номер 7 в Кирово-Чепецке. Там тоже непростая ситуация сложилась. 9 января там возобновились после долгого перерыва наконец-то занятия. Речь шла о ремонте этой школы. Ремонт должен был быть проведен еще в 2021 году. Подрядчик сорвал сроки. Ничего не было сделано тогда, ну практически ничего не было сделано к началу нового учебного года. В 2022 году продолжили ремонтировать. И вот буквально накануне Нового года это счастье свершилось. И ребята, а это более 700 человек, если не ошибаюсь, вернулись, собственно, в родную школу. Вы как поучаствовали в этой истории? Расскажите, пожалуйста. Это был очень радостный момент. Но прежде всего, вот в этот понедельник я была не только в Котельниче. Это утро у меня началось очень рано. На первом же уроке школы там было торжественное открытие школы номер 7. Больная тема для Кирова Чапецка. Честно, первый раз я эту школу увидела, когда у меня была предвыборная кампания 2021 года. Это были руины. Там не было даже крыши. То есть просто развалины. Честно, когда вот я просто пришла туда это смотреть, я не верила, что это вообще можно достроить. Потому что подрядчик оказался недобросовестным, да, привлечен к ответственности, но легче от этого детям особо не стало. Они были распределены по трем разным школам. Значит, что произошло дальше, да? Здесь какие ресурсы у нас возможны? Это, безусловно, привлечение прокуратуры. Это обращение в область, да? Это обращение, соответствующее по президентской программе по линии партии «Единая Россия». По линии, федеральной линии партии «Единая Россия». Мне поручили этот вопрос взять на контроль. Сказали, вот, Мария Валерьевна, вот тебе тема, вот веди ее. Я в школу в эту приехала, я не знаю, сколько раз. То есть, ну, не каждую регионалку, но через раз я точно туда приезжала, смотрела, как идет строительство, разговаривала с городскими властями, разговаривала с областными властями. То есть, как это все будет, ввести этот вопрос было необходимо. Все, ситуация, конечно, стала намного лучше, когда у нас появился здесь новый губернатор, тогда еще исполняющий обязанности «Соколов». И тогда уже финальный импульс. Пришлось привлечь дополнительные деньги из президентской программы по капитальному ремонту школ. Но, к счастью, школа была в итоге достроена. И на сегодняшний день это место, просто это школа мечты. Даже у меня такой не было, когда я училась. И белой завистью, конечно, позавидовала детям и учителям. Но, слава богу, они даже сами, кстати говоря, дети, очень-очень талантливые ребята в области изобразительного искусства. Многие из них уходят в художественную школу, которая недалеко находится. И я уже списалась там с некоторыми очень-очень талантливыми ребятами. Они расписывали, в том числе даже столовую. Подбирали там цвета, которые они хотят на этажи. Я считаю, что это блестящий пример, когда сами ученики в хорошем смысле участвуют в строительстве обновленной школы, я бы так сказала. Ну, каналы связи сохраняются, они продолжают существовать. И в случае чего вам ребята, учителя смогут сообщить о своих... Я напоминаю, что это программа «Отчет депутата». И у нас в студии депутат Государственной думы от Кировской области Мария Бутина. Телефоны для связи с нами 8 909 720 101 и 0. Можно написать в популярном мессенджере сообщение. Также вы можете дозвониться прямо сейчас в прямой эфир на 211 101. Если у вас такая возможность и желание, делайте это прямо сейчас. Ну, а сейчас прямо будет небольшой перерыв. Через минуту мы продолжим. Мария Бутина, продолжаем общение именно с ней. Напоминаю, что дозвониться можно в нашу студию 211 101. Пишите в нашем телеграм-канале, в группе нашей радиостанции во Вконтакте. Вот как раз оттуда вопрос очередной. Интересуется наш подписчик Василий. Вспоминает, вернее, события мая 2022 года. Вы, прям цитирует вас, видимо, решили отбирать лучших из лучших со всей России для работы в регионе. Талантов у нас в народе много, а все лучшие будут работать на ветке. Вы уж не сомневайтесь. Мое предложение было, безусловно, для главы региона, тогда исполняющей обязанности, для Соколова, потому что исполнительную власть формирует губернатор. Конечно. Это все. То есть я отвечаю за формирование своей собственной команды. У меня есть команда помощников, очень профессиональных. Все мои, кстати говоря, помощники, они все из разных регионов. Это действительно так. То есть и здесь у меня помощник, это местный человек. В Москве у меня работает основной помощник, он из Удмуртии. Потом у меня девочка работает из Ростовской области, тоже в моих помощниках. И еще одна девочка из Татарстана. Поэтому, то есть я сама из Солдайского края. В общем, понаехали тут. Интересная команда. Понаехали тут, да. Что же касается управленческой команды. Я внимательно слежу и с многими знакомыми, с людей команды Соколова. Я очень высоко хотела бы их оценить, потому что мне кажется, что людей он набрал очень профессиональных. Здесь, ну, не знаю, стоит ли здесь прогуляться по персоналиям. Не знаю, может быть, стоило бы. У нас разве что время не позволит так широко развернуть. У нас очень сильный, например, глава представительства в Москве, Кировской области. У нас очень сильный министр промышленности и торговли. Мне просто не хотелось вот про всех говорить, потому что... Сейчас кого-то назовете, кого-то... Да, кого-то не назову, да. Подделите, обидите. Замгубернатора Курюши строительства упоминаем, но сегодня и так далее. То есть я бы так сказала, что вот из нового состава, там, министр транспорт, мне очень импонирует тот состав, который есть здесь. Но позвольте мне пять копеек такие в сторону отойти. Как правило, в начале команда очень работает активно. Да, если это хорошие люди. Сложно это пролонгировать, потому что энтузиазм у нас... Да, мы все начинаем с энтузиазма. Я надеюсь, что вот этот запал останется, потому что здесь от руководителя очень многое зависит. И те люди, коллеги, с которыми я уже общалась, не дадут соврать, что это характеризует руководителя. Мы всегда подбираем команду под себя. То есть таким образом можно судить и о самом, как говорится, шефе. Поэтому мои оценки команде высокие. Я думаю, что сегодня, вот только буквально сегодня разговаривала с несколькими жителями города Кирова, кто говорил, что наконец-то город Киров вообще преобразился, что начались изменения. А что, какие перемены конкретно? Сказали, что стали лучше чистить снег. Что купил, то продал. Рассказываю, как есть. Что ощутимо какие-то появились городские активности. И вообще почувствовалась в регионе жизнь. Вот это формулировка людей. Поэтому за что купил, за то продал. Слушайте, приятно. Слышите, это то, что сами люди, сами наши жители. Да, это вам судить. Это то, что говорят просто обычные жители города. У меня есть ощущение и есть желание работать в новой команде. Вот это я могу отметить точно. Как это будет дальше, как пойдет, будет ли этот энтузиазм сохраняться на протяжении всего времени? Думаю, да. Нам предстоит, например, в 2024 году очень важное событие, это 650-летие. Это дополнительные финансы в регион. Это дополнительный энтузиазм и желание работать. Я состою в комитете по празднованию 650-летия города Кирова на федеральном уровне. То есть это, конечно, какие-то предложения, которые будут сформулированы с федерального уровня для города Кирова. Здесь, конечно, мы с представительством Москвы и Кировской области работаем очень плотно. Какие-то моменты будут даже по международной линии. Пока не свечу, как только у нас будет результат, я все расскажу. Поэтому мне кажется, что вот этого запала его хватит надолго. Хочется очень верить, потому что я... Мое первое впечатление у Кировской области, это восхитительный регион с очень талантливыми людьми, которых очень недостойно, мало видят на федеральном уровне. И я пытаюсь это исправить. Вот, кстати, по поводу городской среды. Тут буквально несколько секунд назад прилетело, я бы назвал, замечание такое от нашей подписчицы Анны. Она сетует на то, что у нас нет доступной среды в городе. В частности, она беспокоится об участниках специальной военной операции, которые, будем надеяться, вернутся. Им нужна будет нормальная доступная среда. А очень разумный вопрос. Подготовленность, да? Очень разумный вопрос. Я его сразу, с вашего позволения, возьму на федеральный уровень. Мои коллеги и я, мы тогда это обработаем. Если наш слушатель готов, можно мне написать либо в Телеграм-канал, либо в личные сообщения ВКонтакте. Напишите, пожалуйста, на основании вашего обращения. На федеральном уровне я эту тему подниму. Это правильный, очень своевременный вопрос, 100%. И еще одна школа. Только школа уже другого формата, где вы побывали. Это Пушма, Подосиновский район. Там учатся всего лишь 26 ребят. Там учатся целых. Целых 26 ребят. 1986 года постройки, да, это школа. Там еще вместе с этим детский садик, и там два ребенка. Старая система отопления, старые окна, крыша. В общем, текущие-текущие вот такие проблемы, которые нужно решать. Почему этому вниманию решили уделить такое большое? Здесь всегда инициатива самих граждан. Часто все зависит от активности главы. Потому что, сразу говорю, глава района или там округа, поселения, это большое счастье. Потому что, если глава деятельный, как глава Подосиновского района, он знает проблемные точки, он их покажет. Какие-то я все равно выберу сама, какие-то я все равно выберу из обращений граждан напрямую. Потому что, ну, иногда просто напрямую приходит лучший сигнал. Такое бывает. Глаз замыливается, все бывает. Но в данном случае абсолютно правильно нам показал глава конкретную проблему вот в населенном пункте Пышма, где есть ситуация с школой. Взяла эту тему на контроль. Подготовлю соответствующие бумаги. Я буду настаивать на том, чтобы все-таки здесь мы добились возможности выделения денежных средств, тем более, что и район готов поучаствовать в этом на ремонт образовательного учреждения. Но я все же считаю, что это должны делать именно по государственным программам, потому что это неправильно, чтобы это шло через народный бюджет. Люди не должны ремонтировать школу сами. То есть есть некоторые табу, которые вот... Пусть в рамках ППМИ это может быть что-то для библиотеки, для Дома культуры, может быть какой-то парк, еще что-то. Тогда это народный бюджет, я имею в виду. Тогда, да, логично. А когда речь идет об образовательных учреждениях, я все-таки думаю, что это государственный долг. Поэтому я буду настаивать на том, чтобы ремонт был произведен. Тем более, что коллектив учителей мне очень понравился. Кстати, они записали привет моей бабушке Марии Григорьевны, которая является учителем. Ну, сейчас, естественно, пенсии. Она сегодня утром прислала мне сообщение. Ответ. Поэтому сегодня я его направлю в Пышму. Она передает привет в ответ. Ну, смотрите, зачастую ведь в отношении таких, как их называют, малокомплектные школы, да, существуют позиции, лучше закрыть, мы будем возить ребят в другую. И как только вы закроете школу, вы потеряете населенный пункт. Нельзя этого допускать. Это как центр жизни, да, как сердце. А можно делать многофункциональный центр, где будет и дом культуры, и библиотека, и школа, и спортивная секция. Ты можешь это объединять действительно, потому что это дешевле для района, для населенного пункта, для содержания. Но как только ты закрываешь образовательные учреждения, ну, вы понимаете, что значит, это крест на молодых семьях. Потому что если некуда отвезти ребенка, то это уже большая проблема. Соответственно, и рождаемость, да, здесь. В общем, вся жизнь, она пойдет под откос, уж извините, да, за... Ну, не под откос, люди просто мигрируют, но хотелось бы, чтобы и небольшие населенные пункты, они сохраняли своих жителей. На этом завершается, Мария, время нашей сегодняшней встречи. Программа, увы, так время быстро пробежало. Мы встретимся? Конечно. Безусловно, встретимся в программе «Отчет депутата». Благодарю вас за сегодняшнее общение. Мария Бутина, депутат Государственной Думы от Кировской области. Удачи. Спасибо. До скорой встречи. Отчет. Отчет депутата.